Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы записываем интересную передачу, интервью с руководителем компании IST Retail Group Александра Селезнева. Александра, здравствуйте! Здравствуйте, Ярослав! Спасибо, что вы приехали, нашли время в своем плотном графике. Спасибо за приглашение, очень рады! Мы пригласили Александра в рамках нашего проекта, так как Александра следит за здоровьем, за здоровым образом жизни и помогает нам продвигать наши чаи. Александра, расскажите кратенько о себе, о своей компании, как вы пришли в этот бизнес? Бизнес на маркетплейсах мы начали с конца 2018 года. Тогда это еще было направление не на хайпе, никому неизвестное, все очень боялись таких зверей, как Озон Балверска. Это казалось что-то такое непонятное, неинтересное, скажем так, точно не для нашей реальности. Я, кстати, в 2018 году даже и не думал, что там можно продавать. Да, а я по первый раз с ними встретилась, как раз когда ушла в декрет и поняла, что у меня нет времени вообще ни на что. Не ходить по магазинам, не тем более сидеть часами в интернет-магазинах искать, покупать то, что мне нужно. И, соответственно, конечно, я познакомилась тогда с Валперсом. Это идеальное просто, идеальное место, идеальный магазин, который можно просто вот в корзину товара собрать. Потом тебя курьер домой привезет, 20 минут подождет за дверью, пока я все выберу. И выкуплю то, что мне нравится. Это был идеальный формат. Единственный минус, там было очень мало выбора. Ну, допустим, мне нужен какой-то шампунь определенный маркер, чай определенный маркер. Я знаю, что он есть, знаю, где купить, но на маркетплейсах нет. И, соответственно, вопрос появился. А почему там нет? Это же так удобно. Ну, это да. Кстати, тогда был небольшой ассортимент, сейчас ассортимент в тысячу раз больше. Конечно, да. И именно с этой идеей я решила попробовать. Кстати, интересное совпадение. Все вы, женщины, в декрете почему-то начинают входить в маркетплейс или после декрета. Да, я, к сожалению, подумала после первого, вышла после второго. Начала активно этим заниматься. Как у вас началось в 2018 году? Вы одна выходили? Ну, это как начиналось как-то семейное. Мы с мужем, естественно, начали это делать. И я искала производителей, договаривалась с ними. И, знаете, в 2018 году производители как-то не очень хотели на маркетплейсы. Они меня слушали и говорят, девушка, у нас розница хорошо работает. Зачем нам маркетплейсы? Зачем нам вы такие прекрасные? Зачем вы, да. И вам нужно по обтовой цене покупать. Я говорю, я согласна, по любой купить, любую партию купить. Вот вы мне скажите, я куплю. То есть, не вопрос. А деньги уже были на выход? Да. То есть, даже тогда, в 2018 году, это не было, как сейчас модно говорить, там, с нулем. Нет, это было не с нулем. Понятно. А если не секрет, с какой суммой так примерно выходили? Первая закупка наша была на 60 тысяч. 60 тысяч. В 2017 год. Это как бы так токая партия. Но это все-таки сейчас где-то 150, да? Где-то тысяча рублей. И так как, ну, делали все сами, естественно. Изучали сами. Тогда не было курсов, как продавать на ванкетплейсы. А где изучали-то? По инструкции. А, брали инструкцию, заходили в личный кабинет. Заходили в личный кабинет, открывали, создать карточку, писали. Как все тяжело. Потом упаковку искали, да. Сами упаковывали на даче. На даче? Сами везли, естественно, ошиблись. Ошиблись, нас не пропустило. Вы сказали, разворачивайте себя, представляете? Мы уже до Подольска доехали. А первый-первый, блин, был кломом. Нет, мы поехали в сам Подольск. Так. Нашли печатный салон, нашли, где компьютерный салон. Переделали, перепечатали. Приехали на склад в Айлдрес. Когда это был только один склад в Подольске, коллеги на не было. Приехали туда, заехали на их территорию, разложили коробки на спальт и начали переклеивать. Спасибо большое, кстати, заведующей женщине на салон, я не знаю ее должность, с кем она была, но она спустила сам склад на территорию, объяснила, как нужно делать. Ничего себе здорово. Мы приняли, а когда доехали до Тулы, получилось, что одну третью партию уже купили. Мы ощутили чуть-чуть где-то с ценой, где-то еще с чем-то. И, естественно, нужно было дальше принимать решение или еще вкладывать и закупать в партию, потому что эти деньги еще не вернулись. И мы вложили, да. В общей сложности где-то там 1500 у нас получилось вложение за полгода. Сразу как хорошо-то мы вложили. Сразу три брена. А что за товар был? Это была натуральная косметика, такой марки Маловаров. Мы с ними до сих пор работаем, московские производители. Они делают скрабы, масла, трубочки, мыло, все. Эко, веган. Понятно, то есть популярная тема. Не знаю, сейчас так же она популярна. Сейчас стало очень много появляться подобных компаний. И начали играться с ценами. То есть понижается качество сырья, понижается цена, но при этом также используют вот эти вот вещи, как эко и прочее. Хотя такие вещи должны отдельными сертификатами подтверждаться, которые стоят, скажем так, тоже приличный затрат. Ясно. Мы первый раз, хочу сказать про наш опыт, возили продукцию раза четыре, прежде чем сдали. То есть мы, как бы сказать, мы в компании с бизнесом все повезли облом. Второй раз облом. Но только с четвертого раза у нас получилось сдать, как ледяно. Но у вас, видишь, как вы молодцы, вы креативно туда шли, естественно, когда руководитель, собственник прям во всех процессах, это всегда на самом деле круто. И вот как вот эти, наверное, стартапы, слово, да? Важно, это был как стартап. Да, да, был как стартап. Не боялись рисковать? А там риска не было. Не было. Не было риска, потому что... Ну куда-то сдаешь свою продукцию, документов не дают. Этот самый, будут оплатить деньги, не оплатят. Была когда-то информация? Нет, потому что было абсолютно доверие в магазин. То есть, да, знали, что это норм? Мне очень нравился этот магазин. Я много изучала про его руководителя. И, соответственно, думала, что будет все хорошо, потому что это как бы бизнес, который делается уже по новой схеме. То есть он не работает, скажем так, линейно. Он работает уже как самые, грубо говоря, успешные стартапы мировые. И очень быстро меняются, развиваются. Молодцы. И было доверие этой площадке. И сейчас, на самом деле, тоже мы этой площадке очень доверяем. Потому что она достаточно логичная. Чтобы кто не говорил про, скажем так, какие-то действия. А вы торгуете и на Озон, и на Азон, да? Да. И где больше нравится торговать? Скажем так, если... Где удобно, я бы сказала, что Озон, он такой вот такой тихой гавы. Все хорошо, спокойно. Но за этот год и Озон изменился. И, соответственно, они тоже стали такой же динамично развивающейся компанией. И сейчас я не могу сказать, что какая-то из этих площадок комфортнее. Мне, наверное, ближе Вайберс. Скажем так, Озон идет сейчас по стопам Вайберс, пытается догонять все дело. Там, возможно, больше информации о том, как это нужно делать. Но вот информации тоже можно закопаться серьезно. Так они равные, абсолютно равные. Просто на Вайберс людей больше. Да, на Вайберс намного больше людей. А во сколько раз в Озоне меньше? Вообще не сильно намного. Когда я видела последнюю статистику, Озон стабильно идет на втором месте в полтора раза меньше. Понятно. Я думаю, раза в три на некоторые продукты в десять. Нет? Ну, здесь еще такой момент есть, что для кого не секрет, что многие баловали самовыкупы на Вайберс. Озон этого не происходит. А там бессмысленно? Или это там уже как-то за это проняли? Бессмысленно. Да, бессмысленно, потому что рекламный кабинет сильнее на Озоне. И все работают через рекламные кабинеты. На Вайберс это, скажем так, такая несовершенная модуль, который они дорабатывают. И в следующем году, я думаю, большая ставка будет именно на рекламу на Вайберс. Это уже заметно, что это все идет. Они к этому тоже придут. По сути, Озон берет какие-то вещи у Вайберс, а Вайберс берет какие-то вещи на Озоне. И они как-то вот одной экосистемой, что ли, становятся. Понятно. Ну да, все друг у друга копируют. Да, дальше уже борются с сервисом, удобствами. Переманивание кадров, я думаю, они постоянно делают. О, это да. Это, кстати, очень тяжело найти в Туле кладовщиков. Ну, вообще, ну, уже как бы, если раньше начинали 25-30, ну, были магниты, они конкурировали. А когда у нас в Олексе не открылся этот, они всех выпали, пылесосили, пылесосили кадры просто. Ну, сейчас надо минимум 45-50 платить кладовщику минимум, чтобы он пришел на работу. Да. Как и курьеры, да, говорят, ведь курьеры там в Москве могут заработать до соточки. Да. С курьерами согласны. Сложно, дорого. То есть это все. Ценник растет на данной профессии. Да. То есть сказали, если будет искусственный интеллект, я помню, был такой фраза, то будет зелено-желтые будут бегать все равно, потому что это дешевле, да, и понятнее. А с остальным вопросом, так что, да, роботы Яндекс, кстати, сделал робота. В Москве я даже видел, ехал робот вот этот, переезжал через дорогу, вот, со своими глазами. Ну, как-то не очень маневренный. Человек быстрее в разы, да, и его можно украсить, этот робот. Вот это же будет, наверное, такая штука. Ну, самое сложное создать первое, на самом деле. Если первый робот уже есть, то дальше пусть гораздо быстрее, да, и, возможно, через 20 будут уже умные роботы. Ну, скорее, да. Александр, а что было до Вальгарис Азон, для маркетплейсов? Вот ты вышла с финансами, с опытом. Где ты его приобретала? Какие компании? Где ты работала, получала свои квалификации и знания? Ну, во-первых, я закончила толпу экономики права, факультет, да, и могу сказать, я уже оттуда вышла с большим багажем знания. Вот кто бы что ни говорил, да, вопрос спорный про образование, есть ли он в Туре или нет, но, на мой взгляд, было вполне хорошее образование. А какого год ты заканчивала? Заканчивала. Ой, я уже не под восьмом, по-моему, еще много заканчивала. Пять квалификаций лет, еще по старой схеме. И, соответственно, я понимала, что без опыта, какое бы образование хорошее ни было, без опыта никому не нужен человек после института, и поэтому где-то с курса четвертого я уже работала. Работала в аудиторских маленьких фирмах, работала где-то, где преподаватели что-то предлагали, потому что набирала опыты. И через аудиторскую фирму я уже тогда, опять, на четвертом курсе участия ездила на проверки, меня брали на проверки. И был заказ один на иностранную компанию, которая находится в Узловой, там делают нетканые материалы. И я нужна была поработать со 2 января, по 8, но сами понимаете, желающих было не очень много. Да, дыхать и любят. Поэтому я приехала, мы поработали со 2 по 8, главный бухгалтер и директор. Потом подошли ко мне и сказали, что ты у нас будешь работать. А я училась на 5 курсе, у меня 5 дней в неделю, очная форма. И как же это? Пошли на встречу, что я работала 4 дня, а один день училась. Я выбирала, в какой день. Ты вундерпин. Который день я ходила в институт. Соответственно, зачетка тогда уже на меня работала. И я закончила сессию нормально, также написала диплом. И 12 лет я отработала в этой компании. И хочу сказать, что это огромный опыт. Я даже благодарна, скажем так, особенно директору этой компании. Потому что это, конечно, огромный пример для подражания о том, как вообще должен вести бизнес руководитель. Кто такой руководитель, образ руководителя. И это все-таки европейская компания, израильская. И там совершенно другой менталитет и другое видение на бизнес и на управление. Поэтому я этому очень благодарна, что именно мой опыт не пошел, скажем так, наверное, с крупной российской организацией. То есть европейцы в этом отношении были, ну, наверное, и есть пока еще сильнее. Сильнее, да. Есть чему поучиться, да, не надо это стесняться. Там это даже не то, что европейцы. Там просто тогда главной офис компании был в Израиле. После этого, когда я там работала за 12 лет, меняли собственники. На данный момент, по-моему, это и то ли индусы, то ли Индонезия. Очень огромные концерты купил, скажем так, заводы. И все равно там управленцы есть и из Америки, и из Англии, и из Израиля, и китайцы. Поэтому, скажем так, это интернациональная компания. И, конечно, интересный подход. В каждой стране свой подход к управлению. Работает они сейчас, эта компания? Да, работает. Ну, здорово. Хорошо. Просто нужно было делать выбор однажды. Выбор уходить оттуда или не уходить? Да, уходить со стабильной, надежной работы, с полной зарплатой, полной соцпакетом, с абсолютно отличным коллективом. То есть никаких конфликтов ни с кем не было. То есть уходить с этого места в довольно рисковую тему. Или оставаться. Это да. Ну, как Киросаки писал, человек выбирает или же стабильность, или свободу. Хотя свобода может быть тоже стабильной, но все-таки так. Ты выбрала свободу. Свободу. Именно свободу. Это был основной критерий, да, свободу. Друзья, у нас идет запись эфира с Александрой Зелезневой, руководительницей компании IST Retail Group, компанией, которая занимается продажей продукции на маркетплейсе, дистрибьюцией и производством продукции под собственной торговой маркой. Мы, кстати, сделали с Александрой обалденный набор к Новому году. Один набор даже назвали Александром Глинтвейном. И Александра эксклюзивно продавала эту продукцию. Мы на маркетплейсе с ней, естественно, не выходили, потому что это ее тема. Скажи, как вот Глинтвейны в этом году пошли? Прекрасно пошли. Мы вышли уже в середине ноября с первым Глинтвейном, который авторский Александр. И ближе, наверное, к концу ноября с набором Глинтвейна. Это был такой, скажем так, интересный для нас опыт, эксперимент, потому что это за такой короткий срок раскрутить к Новому году продукцию, не используя стратегию выкупов, какую все любят. Соответственно, это был прям вызов. Мы справились. На данный момент продали всего где-то уже, наверное, 600 штук. А было 800, да? Да, даже 650, если не ошибаюсь, за последние статистики. И сейчас следующую волну ждем как раз на Масленичном гулянии. 23-8 марта. Кстати, да, еще, наверное, успеете продать. Конечно, и плюс еще на следующий год карточка переживет лето, скажем так. Летом тоже могут брать, в принципе, но будет меньше. Да, у меня очень такой вопрос для всех важный. Как вы выбираете продукт? Потому что я помню, вот над этим продуктом мы чуть ли, ну, встречались мы, наверное, раза два, а общения было очень много с тобой, с твоим коллективом. А как вы выбираете другие продукты? Потому что у тебя очень много. Сколько у тебя вообще товаров там выложенных? На нас в районе 3000 сейчас. 3000. Это же вообще колоссальный объем. Мы работаем там, у нас там 65 всего карточек, да? А у тебя 3000. Как вы выбираете? Почему вы этот товар берете, а не другой? Вот как вы вот это генерите? Знаете, здесь такой вопрос интересный. Раньше как было? Смотришь, какой товар популярный на маркетинге. А как понять, какой товар популярный? Который делает самые большие объемы. Сейчас множество этих программ аналитики, которые помогают. То есть вы пользуетесь программами аналитики? Конечно, мы где-то пользуемся, да. Но чаще на свой опыт выбираемся. То есть мы работали с гриндвейнами, они знали, что он идет хорошо, производитель риндвейна не смог. Просто произвести в нужном объеме тогда. Естественно, нужно искать другой вот этот точечный вариант. Сейчас больше работаем по нишам. То есть выбираете нишу? Смотрим категории, которая еще не очень сильно, скажем так, забита, в которой мы работали, например. И выбираем товар, который будет, скажем так, идеей, которая будет отличаться. Сейчас время уникальности идет. Потому что одинаковый товар, как 20 одинаковых товаров, продавать вообще неинтересно. Потому что все затраты на раскрутку этого товара, на маркетинг, они как бы съедят всю прибыль. Да, и это как бы неинтересно. А нужно выбирать что-то такое уникальное и смотреть на то, где производители не справляются с объемами. То есть объемы почечной точки. Это очень важно. Вот там, где они справляются с объемами, при условии, что ваше производство точно справится с этим объемом, этот товар, да, с этим товаром можно увидеть. Ну, все-таки 3 тысячи. Есть какие-то там специалисты, кто это отвечает? Или ты одна этим, или ты там с мужем занимаешься? Кто вот эти 3 тысячи товаров выбрал? Мы начинали подписывать сначала бренды по категории красоты. В основном, скажем так, большая часть брендов, они от меня пришли какие-то, да. То есть ты думаешь, что вот красота, ну, женщины потребляют, да, думаешь, да, гипотеза такая. Дальше идешь по аналитику. С этим было проще с красотой. Ты разбираешься, да? Процент выкупал выше, да. Или аналитику делали какую-то? Нет, тогда не было никакой. Не было аналитик? То есть взяли просто, вот я думаю, что везде много косметики, красота, значит, ее берут, да? Ну, косметикой женщины пользуются. Ну, да, да, да. То есть вот так подойдут. Тренд эго тоже идет. Значит, оттуда можно брать. Потом профессиональная косметика пришла. А потом просто стали смотреть, чего еще нет на маркетплейсе. Скажем так, на тот момент времени, на конец 19-го года к нам партнеры, торсы, подключились и начали уже смотреть, да, что можно такое интересное взять. Потом мы пошли с профессиональной косметикой. Мы были уже, наверное, вторые после Лонды с профессиональными красителями. Вышли тоже. Ну, чего себе, руки крутые. Дистрибьюторы сказали, ну, то есть сначала было бы в своем уме, как вы собираетесь по интернету продавать краску, которую нужно пробовать, так еще и смешивать. Потому что нужно покупать отдельно окраситель, отдельно окислитель, все смешивать в нужной пропорции. Следующие были у нас химзавод в Москве, Московской области. У них был только опты, только тендеры на больницы, детские сады. Это был антисептики и это был крем защитный. Ну, то есть, по сути, хлорка, хлор, гелезна, грубо говоря, антисептики, которые были на сертификатах специальных, от Роспотребнадзора и прочее. И потом крема, типа сначала обезбелить, потом защитить кожу. Крема как раз для тех, кто работает в перчатках, постоянно взаимодействует с химией. Мы вышли, мы были первые розничные у них партнеры. С ними вышли в январе 20-го года. И дальше, как мы знаем, началась пандемия. Крема очень понадобится. А хлорка очень понадобилась. Но, к сожалению, нужный объем мы тогда не смогли сделать рынку, потому что закрещено было рознице отгружать подобные товары. Они сразу коварили. Огромный был спрос на антисептики. Сколько? Какую вы парку нам отгрузите? На миллион, на два? Сколько? Даже на 10 не отгрузим. То есть мы не можем. У нас огромный его заказ. Да, я помню. Мы как раз занимались антисептиками. То есть у нас был ассортимент, и наши заводы производили. И тут хоба. И у нас за день выбирают, а мы там считали их не ликвидами, у нас за день выбирают все. Мы привозим еще на волне, ну пополняем автоматически, не пойму. Выбирают все. И просто это были огромные дикие заработки в такие моменты. Это же тоже надо ловить тренды, да, получается, всегда. Что, ну, сейчас, как бы, сказать, не очень этично разбирать моменты, но тоже тренд пошел, и пошла там спецодежда, там, все остальное продаваться дичайшим образом. спальники, кстати. пример с антисептиками, очень пример, очень хороший пример, как можно одновременно угадать, с чем выйти, и одновременно ошибиться. То есть это прямо вот очень наглядный, хороший пример, на котором вот сейчас вся наша команда, кстати, к слову, 25 человек у нас сейчас в команде. 25, да, я хотел, да, поговорить про команду. В основном больше я в команде сейчас, потому что муж, он программист, айтишник, у нас там свое дело, и он параллельно помогает нам именно в аналитике. Просматривается аналогия с одной компанией. В аналитических программах, скажем так, он нам помогает что-то писать, где-то помогать, а работает, конечно, в основном команда. И, например, с антисептиками как раз мы разбирали обычно на наших совещаниях. Смотрите, да, 2020 год. Если бы кто-то угадал в январе, что нужно, какой товар с каким товаром нужно выйти, то антисептики это была бы бомба. То есть на антисептиках можно было тогда заработать просто состояние, особенно если в декабре и в январе сделать большую партию, завести ее в феврале и в марте, то можно было все продать и действительно хорошо заработать. Причем в марте можно было поднять цену в два раза, и рынок бы это все съел. Но, скажем так, были ли предпосылки? Да, были. Китай заболел в декабре. Частично начали болеть, вот завод ховал узловой, узловая начала болеть в декабре. Причем ставили на всем вирусную пневмонию, начали болеть. Собственно говоря, мы решили закупить антисептики по той простой причине, что как бы мамочки боятся сезон болезней для детей, будут покупать, брызгать руки, может быть, в садик купят, может быть, в школу купят, обрабатывать партии и такое прочее. Но мы, естественно, мы с товаром угадали, но мы с объемом не угадали. Потому что можно было, да, по-хорошему, взять кредит, взять какие-то сторонние финансирования, найти и заказать более большую партию в январе. И в январе, феврале, в марте, да, на антисептиках можно было заработать. Но в основном люди поняли, что происходит в марте, в конце марта. И начали, и подумали, что в конце марта сейчас нужно точно выпускать антисептики. Пока они подумали, пока они нашли, где выпустить, пока придумали, какой сертификат сделать. То есть делали, все косметические фирмы делали сертификат косметический на антисептик, что неверно. И делали их на спирте. На обычном. Что, в принципе, не защищает ни от вируса. Потому что там должен быть состав потяжелее. и, скажем так, полстраны подумала, половина, да, производителей навалов, что это нужно делать. Антисептики в марте. И где-то 5 апреля полстраны их вывело. И все. Когда все осознали, что все вышли с антисептиками в апреле, то есть их стало очень много, а спрос уже стал меньше, потому что в апреле и в аптеках появились антисептики. в каждом магазине и в петеррайсе. И цена этих антисептиков была там 50-60 рублей. Грубо говоря, практически под себестоимость производства этого антисептика. И люди попали. И люди попали, да. И могу сказать, что до сих пор не распродали антисептики. До сих пор эта категория мертвая. Просто мертвая. Сейчас... На некоторые ограниченные сроки годности, но по закону... Да, да. Ну и маски тоже не нужны. И маски не нужны. Я помню, как мы там наваривались, да. Покупали первое время маски. Было же там много, цена была нормальная. Ну, как бы... А потом все, чем же люди все стали делать, как всегда. Но так бывает. То есть надо быть перед планетой всех. Варгар сама по себе нестандартная организация. Это, скажем так, это модное слово, да. Компания с экспоненциальным ростом, которая очень-очень быстро растет, меняется под окружающую среду. И если нам выводить новый продукт, да, вот мы сегодня проанализировали, посмотрели, что там творится. Да, идут спальники, да, идут там какая-то спецодежда. Но нужно понимать, что мы уже в этой ситуации почти год находимся. И уж за год точно рынок уже наполнился. Нужно смотреть уже дальше. А если мы сейчас будем смотреть назад, думать, искать производителя, кто нам пошьет, кто нам сконструирует эту спецодежду, где нам ткани взять, которых сейчас нет. И когда у нас все срастется, пройдет еще год, мы выйдем с товаром, а этот товар уже рынку будет не нужен. Да, нужно всегда смотреть вперед, что будет. Да, аналитика, она дает нам о прошлом. Как можно опираться на прошлое, идти в будущее. То есть это вот большая сложность. Но надо быть футурологом. Да, футурологом. И смотреть будущее. Да, мы проговорили про товар кратенько, а хотелось бы поговорить про команду. Когда ты взяла первого человека. То есть мы с мужем вдвоем, все комфортно, такой семейный бизнес. Никто не направляет. Все комфортно. Не комфортно, да? Потому что у мужа работа была хорошая. То есть он, да. Все на тебе. Семейный был только вечером. Нет, а я когда начинала, я же еще в декрете была. Да. То есть я могла какое-то время потратить, сидеть за компьютером, карточки делать. Да, упаковывали мы вместе, грубо говоря, на даче. И ребенок был совсем маленький. А жили на даче? Нет, мы приезжали. То есть сюда, да, у вас там был этот самый такой офис, да, склад. До года. И, скажем так, не всегда понимали. То есть мы попросили сидеть с ребенком. Нам сложно сидеть с годами. Ну, реально сложно, капризничать. И когда вот так вот на два дня передаешь бабушкам, они как-то не очень понимают ради чего. Потому что у них тоже свои важные дела. И поэтому, да, было, скажем так, сложновато. Лето мы еще продержались, но осенью мы взяли первого упаковщика. Она возили товар домой к упаковщикам. Она паковала. И потом отвозили туда нужно. Потом, конечно же, еще наняли водителя. Нашли водителя, который сам возил в колебнику. Потому что кататься самим постоянно тоже было тяжело. Уже в штаб взяли, да, человека? Да, потом с упаковщиком. Так же упаковщиц, как и кладовщиков, тяжело найти. Скажем так, надежно, да? Сняли просто офис. И там же его пословили? И там же упаковывали. У нас тогда уже были поставщики по упаковке и по всему. А сколько у вас был товар на тот момент? Примерно там, не помнишь? Тысяча, там, пятьсот? Примерно у нас было по тысячу. Ого, и вы вот такой, ну, большой ассортимент в одном офисе? Угу, прямо быстро, быстро. Тогда была оборачиваемость очень быстрая. И как раз у нас тогда партнеры были, да, жена одна у партнера помогала тоже этим заниматься. Мы занимались как бы с новым карточками. То есть набивали и смотрели. Но в двадцатом году как раз случился огромный рост у нас. Март и апрель двадцатого года это были огромные продажи. Мы вот вложили тогда в лечение ассортимента все, что можно было вложить. И все наши поставщики пришли и сказали спасибо вам, что вы у нас есть. Потому что если бы не вы, мы не знаем, как вы пережили это. То есть вы спасли их бизнес, вы сказали? Да, поставщики были заводы из Москвы, из Санкт-Петербурга. А Москва и Санкт-Петербург, как мы помним, тогда были в глубочайшем этот бардам. В бардам они были жестко. Гораздо жестче, чем у нас. И кто-то даже тайно выходил как-то там в офис, чтобы отгрузить нам продукцию. Ну все грузили. Грузили абсолютно все. И в апреле как раз бомбочки для Алана шли. Очень хорошо видимо народ в Москве просто не знал, чем заняться еще. Вы это самое, с Москвы, да, их покупали? Да. Сейчас стулья, кстати, делают тоже, насколько знаю. Да, делают. Водители наши сторонние, да, то есть они оформляли пропуска, они стояли по три-четыре часа в топке. На ДПС, да, на границе с Московской областью, чтобы попасть, отвезти. И, конечно, мы выросли очень хорошо за этот период. И в мае у нас начался активный набор штата. Мы взяли менеджеров, контент-менеджеров тогда начали. По объявлениям понабирали? По знакомым, скажем. А, по знакомым, то есть пошли по знакомым. По объявлениям вообще не знали, что это тогда, кто это, контент-менеджер, что это такое. То есть что такое, что из-за места Харханда? Да, они звонили и сказали, что такое им греха надо делать, вот скажите, что вы предлагаете. На Байлбаре, знаете, знаем. Нужно делать карточки. Какие карточки? Там же покупают, да? Где-то в конце 20-го года мы сняли действительно большой склад уже на Новомосковском шоссе. Это было и начали набор. Да, там много складов. Набор большой уже. Начали набор штата, то есть от бухгалтерии до ходочков, там контент-менеджера, отдел поставки. Как подросли? Вот сколько было на начало набора? Три-пять человек, да? В мае у нас было где-то, да, пять человек. В конце уже было уже 12-15. Прям рост два, там, пять с половиной раз. Рост очень большой, да. И у нас был серьезный набор брендов, то есть к концу 20-го года у нас их насчитывалось, если не ошибаюсь, 25. А в начале было шесть. Потому что, конечно, да, эта пандемия, она была сильный рост, рывок, скачок именно для маркетплейса. Текучка большая была в начале, когда там 12 человек часто вот менялись? Да, текучка большая, потому что она и была текучкой в прошлом году, если честно, но именно в отделе контент-менеджера. Потому что снабжение поставки, мы как-то у нас, мы именно на него сначала ставили, этот отдел с самого начала поднимали, потому что любые маркетплейсы, это непрерывные, непрерывное производство, непрерывные поставки. Поэтому... Да, это реально, надо там быть чуть-чуть в непреглосуточном режиме. Чтобы не было упущенной вальчик как раз, то есть самое. Кстати, многие так думают вообще, что маркетплейсы закинули товары, ну, не многие сейчас, кстати, разведились, закинули товары, все. У меня день начинается там в 5 утра, я сейчас сижу в аналитике, смотрю свои, сколько продали, конкурентов, вообще, что выходит, какие тренды, и в аналитической программе, и на самих площадках. Ну, да. А люди так думают, сейчас мы выйдем, и у вас, знаешь, что мне очень нравится, хорошо? Вы вот прям задребудируете, хотя и делаете свои торговые марки, но это все равно не вкладываете там в производство, потому что и производством, и продажами заниматься, ну, достаточно сложно. Это способны корпорации, там, Adidas, да, которые первое место сейчас занимают, да, там, наши, к примеру. Это крупняки, понятно. А такие некоторые, что-то там производят, берюльку какую-то, две штуки, и там, и там, выгоднее все-таки было бы им через вас, ну, торговать, потому что, ну, мне кажется, издержек меньше. Издержек меньше, и можно заниматься производством, потому что можно самим выходить, если действительно хорошо поставлен процесс производства. когда он работает, когда он работает не на одном руководителе, собственном, который просто вот пытается со всех сторон дырки запихнуть, а когда это уже система и реальный процесс, тогда уже можно развивать что-то другое. Ну, это да. Мы, кстати, друзья, работаем с компанией Александры на Азон, они нас полностью обслуживают, вот, и мы за счет этого экономим на кадровых там издержках, время очень много экономится, потому что подобрать человек, он подходит, не подходит, ну, и много всякой там ерунды, которая возникает, да, вот, поэтому это на самом деле интереснее. Хорошо, вот у вас 12 человек, да, 20. Сейчас уже 20. Нет, 20. А потом, как у вас пошел развиваться? Я помню, ты участвовал в мероприятии, прям был такой большой уже коллектив, был уже вот прошлый год, да, прошлый год лет, вы там мероприятия проводите, кстати, классно, мне очень мероприятия понравились, но хорошо, чтобы вы их продолжали делать, потому что, ну, они прям и интересные, и полезные, то есть полезные, потому что много дел их просто интересно, а у вас и полезные, вот, то есть информация для меня даже тогда была просто супер, прям полезная, я прям слышал и внедрягину сразу. Сейчас готовим для моего бизнеса двухдневные мероприятия. А когда будет? 7-8 февраля, и дальше, скорее всего, будет мероприятие в марте в рамках бизнес-клуба Анастасии Мерниковой. Эволюция. Эволюция, да, то есть тоже будет круглый стол, более, скажем так, уже практичный, практически, на практику, на практику. Потому что изменения идут постоянно на маркетплейсах и нужно меняться, да, нужно меняться постоянно. Сейчас произошли тоже большие изменения, вот прям недавно. Сейчас происходит. А не сейчас происходит, меняется текст на алгоритм, на аутрес, на озон, меняется полностью карточка товара. Вот на данный момент мы с вами разговариваем, да, а на вашем кабинете на озоне уже работает, повышая видность, мы стараемся не ждать, когда площадка выпустит новости, мы видим изменения, сразу общаемся с поддержкой. Что делать, как делать, на что влияет. Ну, крупнички у вас уже, наверное, свои там есть, да? Да, соответственно, уже работаем над изменениями, потому что про аватарист мы сказали, а озон тоже полностью поменял площадку, обновил, скажем так, прокатчики, поэтому там уже тоже все меняются. На аватарист глобальные изменения, конечно, да, и они идут постоянно. И вот почему, опять же, так сказать, сложно самим производить и продавать, потому что нужно отслеживать тренды. И если говорить про аватарист и про озон, они по экспоненту развиваются, это огромная махина, которая действительно может себе позволить каждую неделю накатывать на вот эту огромную платформу изменения. И более того, она может себе позволить проводить тесты на отдельных талантных категориях товарных группах. И когда, к сожалению, эффект этот будет замечен, будет уже слишком поздно. Это да. Смотри, давай, у меня еще завершающий вопрос остались. Кого бы ты хотела видеть в команде? Какие качества человек должен обладать? Вы там ввели большой набор, чтобы попасть тебе в команду? Во-первых, это готовность к высокому темпу работы. То есть, это не то, что человек приходит на работу отсидеть с 9 до 6, или с 8 до 5, и потом идти своими делами заниматься. Нет, это человек, который приходит на работу и готов выдерживать высокий темп, то есть, постоянно следить за изменениями, постоянно следить за трендами, не цепляться, скажем так, за какие-то устойчивые правила, потому что эти правила меняются. Да, в Эльберису стабильно только изменения. Да, на Эльберису именно так. И, соответственно, ответственность и инициативность, потому что за ответственность мы платим. Именно сам принял решение, сам проявил инициативу, сам заделал и сам показал результат. Средний уровень зарплаты у специалистов. Скажем так, я сейчас вот это вот сказала, это подходит для руководителей, потому что моя главная фокусировка с сентября прошлого года идет именно на руководящем персонале, потому что я... То есть, ты набираешь руководитель, у вас такая большая вертикальная структура. Нет, горизонтальная. Больше горизонтальная. под тобой управляется, под ним тоже... Это как IT-компании работают вот по аджайлу, аджайл, скрам, то есть, вертикальная структура тяжелая, лучше горизонтальная. То есть, бьем большой проект в этот проект, ставим руководителя в проект, и каждый проект, он уникален, как бы, и просто размножается. Самое главное... А ты наслаживаешься таких людей сейчас? В процессе. В процессе? И что ищут? Друзья, если кому-то хочется интересную, крутую работу и хорошую зарплату, знаешь, что ты не жальешь, платишь хорошо, колеса... Аксенция руководителя минимум от 40, а дальше по финансовому результату. Там идет привязка, кипяйня от результата, у нас все наглядно, все прозрачно. И мы перешли как раз в прозрачную зарплату. Как показывает практика, на удаленке тяжелее работать. Тяжелее, да. Потому что коллективный дух, он много, это многое на самом деле. Когда приходишь и чувствуешь, что тут командный дух, когда команда собирается, работает, генерирует идеи. То есть вот это очень важно, на удаленке потеряется. Согласен. У нас, кстати, один из дизайнеров, Анастасия, она живет в Волгограде. Вот. И, как помню, мы ее нашли по YouTube. Ну, написала я там на бирже такая есть юда, там фрилансер YouTube. И, короче, она ответила, а мне надо каталог было делать для Арабских Эмиратов нашей продукции. И мы с ней трое суток, там, с утра до ночи я тут жил, вот спал на этих диванчиках, да, только мы сюда заехали в этот офис. И она делает, ну, Даренка, и мы с ней работаем уже два года. И она прям, даже новогодние праздники, я ей пишу третьего. Января, она вышла работать, пишу, это сам, Настя, сможешь поработать, нужно срочно, она без проблем. Вот, вот такие люди как бы нужны везде, как ты, вышел второго, кто-то третьего и так далее. Дизайнеры у нас тоже на удаленке, но она у нас переезжает все время, она замужем за военным, скажем так, постоянно в разных местах. И тоже по удаленке работает, но дизайнеры, они сами по себе люди креативные, они живут уже вот в этой вот, скажем так, атмосфере. А именно менеджер, а особенно руководитель, это, конечно, да. Я, конечно, надеюсь, что мы перейдем, да, как большие компании, да, особенно IT-компании, на уровень, когда все будет, все совещания будут там по Zoom, по Skype. Да нет, лучше, когда живенько все тут рядышком и быстрее, и как бы энергетика своя другая. А после пандемии вообще люди соскучились по общению. Соскучились, да, согласен с тобой. Вот, смотри, последний у меня заключительный вопрос на сегодняшнюю нашу встречу. Я слышал, что у тебя есть проект с одеждой, да, если можно я, да, ты разрешил мне любую тему раскрыть, поэтому с твоего разрешения вот с одеждой. Как, куда ты в этом направлении движешься, какие планы, что хочешь от этого проекта? Это эксперимент. Мы любим очень экспериментировать, без этого скучно. Куда? Без эксперимента. Без этого скучно, да, ну и естественно, в Альберис, это понятное дело, что это самые огромные, самые огромные, да, деньги, бюджеты, конечно, категория одежды, и хотелось бы попробовать. Тем более, сейчас свои клиенты идут с одеждой, и вижу, какие ошибки допускают, и понимаю приблизительно, что нужно делать. Самое главное в этом процессе, самая такая черная яща для нас, это как сконструировать и произвести. Сейчас, да, в январе 2023 года вывести продукт, актуальный в январе 2024 года. Чтобы было на борт вперед. Это круто, это как в, скажем, европейских компаниях такое же планирование. Соответственно, нужно подобрать те фирмы, которые это будут делать, и, конечно же, свой цех и свой производство строить не нужно, иметь никакого смысла. Вообще нет. Здесь нужно подобрать людей, подобрать заводы, которые это будут делать, и уже пробовать выходить. Причем в разных направлениях, у нас есть два-три варианта, как это сделать. Мы хотим попробовать сделать это в разных, скажем так, моментах. Надеюсь, Рассмотрю и телевестоват. Да, почему же. Смотрите, если кто смотрит наши передачи или будет смотреть, вообще инвестиции и бизнес нужны. нужны, чтобы быстрее развиваться, быстрее двигаться. Если есть желающие инвесторы, тем более, из России денег стало выводить тяжело, и деньги все тут в основном. Если есть свободные деньги, вложите их, и вы будете получать регулярный, хороший доход. А сколько инвестиций рассматриваете вообще? Ну, примерно считали сумму на проект нужную? Нет, мы еще не считали, мы на стадии поиска, скажем так, предприятий, людей. Когда мы соберем все ценники, самые большие затраты, естественно, на производство. Потому что, да, выбрать дизайнера, сделать модель, тестовую модель, это недорого. На самом деле, что это, мы вполне можем сами себе позволить. и когда мы будем уже выходить именно на промышленные масштабы, когда тесты будут сделаны, когда мы поймем, что вот эта модель пойдет, естественно, нужно будет продавать. То есть, я как бы на проект смотрю, интересен он или нет. Когда мы с расчетом на то, что мы, грубо говоря, делаем там футболку, или платье, или брюки, мы будем продавать от тиража 10 тысяч штук в месяц. То есть, меньше тиража, в принципе, интересен. Это, конечно. Тогда уже нужны огромные инвестиции, естественно, потому что именно когда нашел модель, которая идет, и ты понимаешь, что ты за месяц должен произвести сейчас тираж 20 тысяч штук, а это стоит там 20-30 миллионов, а у тебя их просто нет. И тут нужно выбирать, да, либо быстро найти эти 20-30 миллионов, или просто тест, ну, все, все затраты, там, времени, силы и денег, они просто пойдут на смартфу. Поэтому на том этапе, да, нужны, конечно, люди, которые уже готовы быстро вкладывать. Но там и окупаемость проекта. будет больше. Да, я согласен, это интересно, поэтому 20-30 миллионов, у кого есть свободных, пожалуйста, к Александре, если что, пишите в комментариях, контакты мы дадим. Друзья, хотелось бы от вас попросить вопросы, комментарии, какие-то к данному интервью, к данной нашей передаче. Лучший ответ мы выделим, свяжемся с вами и подарим вам набор наших правильных чаев и трав. Александр, было очень интересно, я даже на самом деле не заметил, как отведенное время реально пролетело, поэтому интересно было бы с тобой еще пообщаться. У меня еще очень много вопросов. Спасибо тебе еще раз. Спасибо. И до встречи, друзья. До новых встреч в следующих передачах. Мы расскажем вам много интересного и посвятим той информации, которая вам нужна по здоровью или по развитию бизнеса. Много времени и дадим вам совет и рекомендации с людьми, которые профессионалы в этом, которые имеют опыт в своей работе и энтузиазм своего дела, как Александр Селезнев. До новых встреч. Ну, все.